Должен отметить, что современные реалии требуют ускорить работу по информатизации судебной системы. Использование IT-технологий в вашей деятельности позволит рационально удешевить судопроизводство, сократить судебные расходы. Суды имеют необходимое оснащение для фиксации судебного процесса. Как вы полноценно будете пользоваться этими технологиями? Что мешает отказаться от бумажных протоколов, судебного заседания? Сегодня уже пора приступить к формированию электронных дел. 1 сентября 2020 года мы должны осуществить цифровизацию, как у нас модно говорить, на основании новейших достижений в IT. А мы ведь очень продвинуты. Верховного суда все заседания должны идти без бумажек, если только в отдельных случаях кому-то нужен этот конспект. Областных судов. И я боюсь здесь сказать, всей системы дорайонных судов хотелось бы. Но давайте на это и будем ориентироваться. Но если есть какие-то настороженности, подключите сюда IT-парк и оперативно-аналитическому центру подключиться к этому вопросу. Но, знаете, я часто, когда слышу дебаты и разговоры на эту тему, и даже с некоторыми судьями, это бывает редко разговаривают, они говорят, вот это здорово, вот это хорошо, это правильно, здорово и хорошо. Но имейте в виду, там же вы будете как на ладони. И ваш артистизм, и ваше красноречие, и ваш профессионализм, все на виду. То, что бумажный протокол секретарь порой не запишет, там это все будет видно. Поэтому эта система, и я в этом заинтересованный государством в целом, потребует от вас еще большего профессионализма, если можно так сказать, эстетики. Но к этому надо идти. Внедрение электронного судопроизводства учитывается при составлении международных рейтингов, определяющих уровень развития инвестиционной привлекательности нашего государства. Бизнесмены часто говорят, вот надо то, это сделать, в том числе айтишники. Хорошо, напишите, что вы видите, надо сделать в самой нашей судебной системе. Я передал вам эти пометки и Наталье Ивановне, чтобы мы их изучили и посмотрели, что они предлагают. Изучим. В ближайшее время вы предложите, мы можем и пойти. Для того, чтобы те бизнесмены, которые привозят сюда свои деньги, были твердо убеждены, что белорусская судебная система – это не какая-то карманная система, а истинно справедливая структура. Субтитры создавал DimaTorzok